ТАКТИК МЕДИА ТАКТИК МЕДИА ТАКТИК МЕДИА ТАКТИК МЕДИА То есть вот самолету повезло в этом отношении, что у него два акта по войсковым испытаниям. Второй акт уже действительно был всеми утвержден и подписан в октябре месяца 42-го года. Ну, собственно, как там происходило дело. Так подробно, как в 49-м полку мы здесь не будем обсуждать. То есть там в составе дивизии входило первоначально 4 полка, потом был добавлен еще один, правда, два к этому моменту уже убыли из ее состава. Больше ста самолетов прошло через нее и, соответственно, экипажей. Там боевых действий было достаточно много разнообразных, поэтому день за днем мы тут не будем все это изучать, а будем более крупно. Широкими москами. Широкими москами самое такое интересное, как говорится. Первоначально, как я уже говорил, приказом от 11 августа в состав дивизии, которая была до этого на Брянском фронте и была выведена в резерв на переформирование, было включено 4 авиаполка. Вот 49-й уже нам известный, 240-й, 437-й и 27-й. Был поставлен срок готовности дивизии 25 августа, правда, потом заменен на 17 августа. Но уже через буквально пару дней 49-й авиаполк из ее состава изъяли и отправили на Западный фронт, а вместо него ввели 297-й устребительный авиаполк. Вот она первоначально была четырехполкового состава. Значит, командиром ее был герой Советского Союза полковник Данилов, военком, полковой комиссар Олейник, начальник штаба полковник Белоусов. Полки дивизии переучивались в разных местах. 240-й и 437-й полк переучились на аэродроме Остафьева, северо-западнее Подольска 14 километров, 297-й и 27-й и апп производили переучивание на аэродроме Сейма при 2-м запасном авиационном полку. Штаб дивизии при этом находился в Подольском Дубровице, знакомая местность. И в результате того, что подготовка проходила в разных местах, то командир дивизии и заместитель начальника штаба дивизии находились и руководили ходом переучивания при 27-м и 297-м и апп на аэродроме Сейма, а военный комиссар дивизии и остальной штаб руководили ходом переучивания 437-го и 240-го и апп на аэродроме Остафьева. Переучивание летчиков в количестве 96 человек заняло от 6 до 12 дней. Ну, представляете себе, совершенно новый самолет, а на обучение дается 6-12 дней. Ну, при этом, конечно, некоторые полки до этого на ЛАГ-3 летали, там 240-й, 297-й, по-моему, тоже. Ну, 437-й, по-моему, тоже. Вот 27-й летал на МиГ-3, это точно, да. За время переучивания произошло всего два летных происшествия в 240-м и апполомка самолета ЛАГ-3, ой, ЛАГ-5 из-за отказа материальной части, а в 437-м и аппаре также из-за отказа материальной части. Честно говоря, сейчас не помню, что там произошло, ну, по-моему, летчик с парашютом выпрыгнул. Что-то там с авиантомоторной группой, по-моему, было. Других происшествий не было. Ну, поскольку все делалось в таком ауральном порядке, в том числе и организация перелета на фронт с места переучивания на Сталинградский фронт, аэродромный узел базирования дивизии тоже был назначен в двух местах. Часть, значит, на центральном аэродроме города Сталинграда, а часть на аэродроме Верхняя Ахтуба. Организация перелета была такая. На полк выделялись лидеры на самолетах Пе-2, которые каждый вели группу в 9-10 самолетов ЛАГ-5 по маршруту Астафьево-Маршанская разбойщина-Верхняя Ахтуба, 7-Маршанская разбойщина-Верхняя Ахтуба. Ну, то есть в Маршанские они все пролетали, и разбойщины, и садились в Верхней Ахтубе. Организация приемки порядок на аэродроме и выпуске самолетов ЛАГ-5 начальниками трассы Маршанской разбойщины был поставлен из рук вон плохо. В Маршанске начальник трассы полковник Скоробогатов, в результате чего из 437-го ИАП не могли вылететь 6 самолетов ввиду плохой подготовки их к перелету. Кроме того, 3 самолета начальник трассы выпустил в сумерках. Все 3 самолета в разбойщину не пришли и рассеялись вынужденно. Один из них поломан. В 240-м ИАП вследствие плохой приемки самолетов начальником трассы на аэродроме Маршанск нарулили самолет на самолет, в результате чего один самолет вышел из строя, другой остался в Маршанске, на фронт не прибыл. В 27-м ИАП произошло аналогичное происшествие, в результате чего два самолета вышли из строя, на фронт не прибыли. Таким образом, вследствие плохой организации перелета со стороны начальников трассы Маршанской разбойщины из вылетевших 77 самолетов ЛАГ-5 прибыли назначенное место, то есть в верхнюю Ахтабу 64 самолета. 13 самолетов остались на указанных аэродромах. Ну и дальше, что совершенно справедливо, командир дивизии пишет, чтобы впредь исключить эту неразбериху, неорганизованность по приемке самолетов и отправке последних промежуточных аэродромов трасс необходимо на каждый перелетающий полк на фронт выделять два Дугласа для перевроски технического состава. Последние должны перелетать на Дугласе без личных вещей, так как личные вещи занимают место на 4-6 человек. То есть они должны по трассе перелета где-то на промежуточных аэродромах располагаться и принимать и отправлять эти самолеты. Но без личных вещей. Ну, зачем им личные вещи? Зачем им есть, пить, умываться? Это лишнее все. Перелет, он же быстро происходит. Можно и не поесть, и не попить, и не умыться разок. Ну, в общем, на. Какие-то там Дугласы были все-таки выделены, но большая часть техсостава поехала на фронт эшелонами. Конечно. В результате нераспорядительности начальника эшелона там на какой-то станции эти вагоны их не отцепили. То есть они там пока пошли принять пищу, как раз, как говорится. Кто-то там пустил слух, что центральный аэродром уже занят немцами и туда ехать не надо. Пока там начальник этой эшелона выяснял, куда надо все-таки ехать, паровоз ушел, и они там еще где-то задержались. А их уже там ждали где-то поблизости Дугласы. Дугласы их не дождались, соответственно, там уж эшелон-то не прибыл с личным составом. Ну, и улетели. В общем, техсостав там прибыл уже, как они потом написали, к шапошному разбору, когда там уже самолетов в полках не осталось. А те, которые прибыли с Дугласами, вот там хорошо, что завод, опять же, 21-й и 19-й прислали опять рабочие бригады для помощи, так сказать, в восстановлении самолетов и в ремонте. И тогда они-то там им и помогали. Читаем дальше. Части дивизий прибыли на Сталинградский фронт 19 августа 1942 года. Аэродромы базирования полков были установлены следующие. 27-й и 297-й и АП «Центральный аэродром Сталинград», 437-й и 240-й и АП «Аэродром Верхняя Ахтуба». Управление дивизией деревня, что юждение станции «Разгуляевка» – 1 километр. Ну, то есть, тоже удобно, так сказать, издалека управлять полками. Да, конечно. Без какой-либо подготовки после перелета полков части дивизии 20 августа приступили к боевой работе. Первые два дня сопровождение бомбардировщиков П-2 с последующим переходом на выполнение основной задачи прикрытия города Сталинград и наших войск. Так-так. Да. Тревожно. Ну, вот, тревожно, да. 23-е число близится. Ну, про 23-е число там особо как раз все и опустили, потому что никакие там… Ну, так вот, так, как отчеты у нас умеют писать ребята. Там уж докладывать, собственно, было не о чем. Хотя бы написали, что сбили всех немцев, небо в парашютах было, что-нибудь такое. Парашютов не нашли. Немцев сбили, а парашютов не нашли. Более подробное даже сведение вот это представил командующему, а вернее заму командующего Ворожейкину и начальнику штаба Фололееву, начальник воздушно-стрелковой службы ВВС Красной армии Рафалович, как ни странно. Интересно. Как воевала дивизия в период с 22 по 27 августа 1942 года. Причем это была проверка боевого применения арт-вооружения самолета ЛАГ-5, проведенной старшим инженером воздушно-стрелковой службы ВВС подполковником Разумовым. Ну, и вот здесь уже сразу дается характеристика самолета ЛАГ-5 в сравнении с самолетом ЛАГ-3. По отзывам летного и технического состава 287-й дивизии самолет ЛАГ-5 в сравнении с самолетом ЛАГ-3 имеют большую горизонтальную вертикальную скорость и лучшую маневренность и легче управляем при пилотировании, но имеет ряд недостатков. Ну, вот тут недостатки примерно те же, что и в 49-м полку. Слаб верхний капот мотора, заедание костыля шасси и самоубирание его на посадке, заедание кнопок выпуска и убирания шасси и щитков, трещины масла баков, срезание болтов капота НАК опять же, ну, и там вот такие вот трещины у штуцеров бензобаков. Без применения триммеров самолет из пикирования не выходит. По мотору тряска мотора, ну, это обычно из-за отказа свечей, да, перекачивание масла из масла бака в картер, отказ в работе Р-6, течь масла там из всяких там забрызгивания маслом понаря кабины летчика, ну, и так далее. Сравнительная характеристика самолета ЛАГ-5 с самолетом МЕ-109Ф. Летный состав дивизии, проведя более 150 воздушных самолетов боев, избив 21 самолет МЕ-109, а вы говорите, указал на то, что самолет ЛАГ-5 имеет меньше горизонтальную вертикальную скорость и по сравнению с самолетом МЕ-109Ф и уступает ему в маневренности. Вот так вот. Ну, дальше конкретно по полкам работа, ну, кажется, я уже там про это немножко говорил. Ну, можно напомнить на всех случаях. Да, 297-й я получил 23 самолета ЛАГ-5, при перелете оставил 4, все 4 требуют ремонта. На фронт прибыл 19 самолетов. За период с 20 по 25 августа полком там израсходовано 100 катапатронов, сбито 6 самолетов противника, из них 1 ФВ и остальные МЕ-109Ф. При выполнении боевых заданий потеряно своих 4 самолета. Погибло 2 летчика, в том числе командир полка. Один летчик ранен. Печально. На 25 августа осталось в полку 15 самолетов, из них исправных 12, требующих мелкого ремонта 2, ремонтов ПАРМ-1, один самолет. Ну, про пушечное вооружение в основном нормально, значит, 437-й я получил 20 самолетов, один разбит при переучивании, как уже указано, и при перелете оставлено 6 самолетов. Ух! Из них один разбит, и три находятся на вынужденной в районе Саратова и два на Маршанском аэродроме с поломанными костылями. На фронт прибыл 13 самолетов. Ну, как обычно, да? Да. 20 и 21 августа боевых вылетов не производилось по причине желудочных заболеваний личного состава полка. Вот так вот. Водички попили. Ну, да, там жара же под Сталинградом, наверное, в это время была. Ну, вот, плохая вода, плохая еда. Немножко отравились. За период с 22 по 26 августа полком произведено 36 воздушных самолетов боев, сбито 3 самолета противника. Из них Ю-88-2 и МЕ-109-1. Зато своих потеряно 5 самолетов. Из них разбит один, не вернулось два, подбиты и сели с убранными шасси на своей территории два. Не вернулось в выполнение боевого задания два летчика, и один летчик ранен. На 26 августа полку осталось 8 самолетов. Из них исправных один, требующих мелкого ремонта шесть, требующих ремонтов Парм-1, тоже один. Материальная часть пушечного вооружения работала в основном хорошо. 27-й АП. Полк получил 24 самолета ЛАК-5. При перелете оставил два самолета на Маршанском аэродроме. Один разбит, один требует ремонта. На фронт прибыло 22 самолета. За период с 20 по 26 августа полком проведено 66 воздушных самолетов боев. Избито 12 самолетов противника. Из них Ю-87-4 самолета, Сенкель-111-2 и МЕ-109-6. При выполнении боевых заданий потеряно своих 7 самолетов. Не вернулось в выполнение заданий два летчика. Ранено два летчика. Небоевые потери. Летчик убит, самолет поломан. На самолет ЛАК-5 нарулил самолет Як-1. На 26 августа осталось в полку 14 самолетов. Из них исправных 6. Требующих мелкого ремонта 1. Заводского ремонта 1. Требующих замены деталей. Два винта, руль поворота и один мотор 3. Тряска мотора 3. Опять пушечное вооружение работало в основном хорошо. Ну, 27-й полк из этих полков, конечно, выделялся в лучшую сторону. Несмотря на то, что там, как я говорил в прошлый раз, его половина осталась где-то там в Москве. Половина добавлена из каких-то там. Из ЗАПа. Да, из ЗАПов там и непонятно откуда. Все равно, так сказать, опыт, как говорится, у него был больше, чем, видимо, у других остальных. 240-й я получил 22 самолета ЛАК-5. При перелете оставлено 2 самолета. Оба требуют ремонта. На фронт прибыло 20 самолетов. В период с 20 по 27 августа с полком проведено 52 воздушных самолета боя. Избито 10 самолетов противника. Из них ВИ-88-1. Место 9-9. При выполнении заданий потеряно своих 7 самолетов. Не вернулось в выполнение заданий 6. Сбито нашей зенитной артиллерии 1. Небоевые потери 1. Погибло 3 летчика. 2 легко ранено. Не вернулось в выполнение боевых заданий 6 летчиков. Большие. Самые большие потери. На 27 августа осталось в полку 5 самолетов. Из них исправных нет. Требующих мелкого ремонта 3. Требующих ремонта в ПАРМ 2. И дивизия в целом. Дивизия прибыла на фронт 20 августа в составе 74 самолетов. До 23 августа дивизия базировалась на аэродромах Гумурак 27 и АП. Верхний Ахтуба 240, 97 и 437 истребительные полки. С 23 августа все полки дивизии базировались на одном аэродроме. В Верхний Ахтуба с него вели боевую работу. Ну, немцы подошли к Сталинграду. Понятно, что оттуда все эвакуировались. Управление там производилось по телефону. Вылеты самолетов дублировались сигналами ракет. Основная задача дивизии заключалась в прикрытии города Сталинграда от бомбардировочной авиации противника. Эффективность выполнения поставленной задачи мешали истребители противника. С рассвета до наступления темноты аэродром дивизии все время находился под контролем истребителей противника. При взлете наших истребителей над аэродромом появлялись 4, 6, 12 самолетов Ми-109Ф и связывали наших истребителей воздушным боем. Проводимые воздушные бои в районе аэродрома на высотах от 1500 до 800 метров с последующим подходом наших истребителей к аэродрому на высоте 125 метров и, как правило, поодиночке с подходом на посадку. Например, 25 августа командир 437 полка майор товарищ Хвостиков повел в группу 6 самолетов на выполнение боевого задания. На высоте 800 тысяч метров группа завязала бой с 8, Ми-109F и через 20 минут наши истребители начали поодиночке выходить из боя на посадку, преследуемые истребителями противника. Истребители противника в это время обстреливались огнем зенитных установок. Наши самолеты в спешке подходили на большой скорости на посадку, не рассчитывали и уходили на второй круг. На высоте 20-30 метров разворачиваясь, один самолет врезался в землю, второй по неизвестной причине с высоты 10-15 метров с горизонтального полета упал. Самолет разбит, летчик погиб. Несмотря на большие зарегистрированные победы летчиков 287-й авиадивизии, их можно было бы иметь больше и меньше нести своих потерь при условии лучшего освоения летным составом боевого применения самолета ЛАГ-5, организованно вступать и выходить из воздушного боя, поддерживать товарищей, не выходить из боя одиночным порядком и наладить лучшую радиосвязь между самолетами и самолетом с землей. Выводы. Дивизия укомплектована летным составом, имеющим опыт в работе на самолетах ЛАГ-3. Летный состав самолет ЛАГ-5 полностью не освоил и не может взять всего того, что может дать самолету в бою. Групповая слетанность летного состава хорошая, однако, пишет, но в групповом бою нет достаточной поддержки и товарищеской выручки. Как понять эту фразу? Не знаю. Говорят, строем летать умеют, а как бой начинается, все разваливаются. Наверное, да, у нас летать научили, как вот это вот, парадные там пятерки и все, а как вести воздушный бой, какой там струй надо иметь, и кто чего делает, непонятно. В дивизии и полках нет начальников воздушно-стрелковой службы, боевым применением пушечного вооружения никто не занимается, поэтому в наблюдаемых воздушных боях летчики-истребители с самолета ЛАГ-5 стреляют недостаточно эффективно. Вот так вот. Ну, вот есть там количество сбитых самолетов противника с периода с 20 августа по 17 сентября уже дальше немножко, да. Ну, из них в лучшую сторону выделяется из всех этих полков 27-й и АП. Ну, здесь надо, да, сказать сразу, что 240-й и 207-й и АП, 297-й и АП уже были выведены из состава дивизии где-то, по-моему, 2-го сентября или, ну, в начале сентября сдали оставшиеся самолеты другим полкам, а вместо них был введен 15-й и АП. Полк, в общем-то, в прошлом, видимо, достаточно заслуженный, суть по номеру, так сказать, очень старый, так сказать, имеющий историю, но тем не менее, как говорится, он тоже там определенное количество молодых летчиков имел, поэтому тоже у него вот за период, как я сказал, с 20 августа по 17 сентября 27-й и АП сбил 39 самолетов противника, 240-й – 10, 297-й – 8, с 437-й все-таки выправился, благодаря, наверное, командиру. Сбил 20 хвостиков, да. 21 самолета и прибывшие 15-й и АП по позе сбил 19 самолетов. Итого дивизия заявила, что сбило 97 самолетов противника. Молодцы. Правда, из них, ну, достаточно много МЕ-109 и МЕ-109Ф. Они разделили как-то, не знаю, по какому признаку. 18 плюс 22 – это 40 штук, и 32 – Ю-88. Ну, остальные там МЕ-110 – 4, там Ю-87 – 8, сеньки – 111 – 3, все. 437-й, там, кстати, вот эти вот, одно звено летало девушек из ПВОшного полка. Ну, мы прочитаем, он, кстати, дольше всех там продержался в этой дивизии, да. И потом там на него очень хорошая была характеристика командованием дивизии, мы потом это зачитаем. Высковые испытания, ЛА-5, в этом, ну, там как раз в первых числах сентября прибыли комиссии из Москвы Маленков, Жуков, Новиков. Видимо, начались там, Орг, всякие выводы. Массовые расстрелы. Ну, по поводу расстрелов, это вы лучше там спросите у кого-нибудь более сведущего, например, дважды герой Попкова, который там был, якобы видел. Сказал, что Жуков вор стрелял. Как Жуков его расстреливал, хотя он в то время был на Калининском фронте. Но, тем не менее, бывают у нас такие вот... Попков всю правду все время рассказывал, все время говорил. К сожалению, ну, от кого-то это, видимо, слышал. Конечно. Потому что, так сказать, потом у него долгая была история, так сказать, и судьба, и там с Василием Иосифовичем Сталином после войны там служил в одной дивизии. И, так что, думаю, что откуда у него сведения, там масса, я думаю, источников. Войсковые испытания, переходим сразу, значит, представлены они были гораздо, так сказать, ну, серьезнее. Руководил войсковыми испытаниями от НИИВС инженер-подполковник Фролов, тот самый, который был председателем комиссии по совместным испытаниям опытного ЛАГ-3. Серьезно, серьезно. 82, инженер-капитан Алексеенко Василий Иванович, который потом, ну, здесь он еще был молодым достаточно человеком, но впоследствии он руководил вот бригадой по испытанию самолетов ЛАГ в НИИВС, так же, как Степанец Алексей Трофимович руководил. Яками. Яками, да, бригадой по испытанию самолетов ЯК. Ну, и здесь еще некоторые фамилии, которые нам ничего не говорят, но, в общем, здесь их достаточно много. Представительный контингент. Представительный, да, уже. Здесь вот сразу, значит, ну, про 49-й. Они обобщили в акте данные 49-го Краснознаменного ЯП и вот всех пяти полков, можно сказать, нет, без 240-го. 287-й ряд на Сталинградском фронте. Вот про 287-ю дивизию написано, что с 20 августа по 13 сентября частями выполнено 226 самолетов вылетов на разведку войск противника, 571 самолетов вылет на прикрытие войск и перехват самолетов противника. В результате воздушных боев с самолетами противника сбито бомбардировщиков 51, истребители МЕ-109-19 и МЕ-109-F-17. Кстати, вот по поводу 49-го. За период с 102-го сентября по 14-е сентября, то есть войсковых испытаний, у них было 117 боевых самолетов вылетов, и сбито бомбардировщиков 7, истребителей 5, МЕ-109 и МЕ-109-F. Ну, дальше пошел тут уже, как говорится, результаты испытаний, с констатацией того факта, что на Сталинградском фронте самолеты вели бои с немецкими истребительными самолетами МЕ-109-F-4 с мотором Daimler-Benz 601-E и МЕ-109-G-2 с мотором Daimler-Benz 605-A1. Вооружение самолетов либо три пушки калибра 20 мм и два пулемета МГ-17 калибра 7,92, или одна пушка и два пулемета. А также бомбардировочные самолеты Ю-88, Ю-87, МЕ-110 и Хенкель-111. МЕ-110 попал в бомбардировочные самолеты. Нехай. Ну вот, да. Полетно-тактическим качеством. В воздушном бою с немецкими самолетами МЕ-109-F-4 и МЕ-109-G-2 самолет Ла-5 значительно уступает им как по вертикальному маневру, так и по горизонтальной скорости. В результате чего самолет Ла-5 не может вести с немецкими истребителями Ф-4 и Г-2 активного воздушного боя, а вынужден вести оборонительный бой. В воздушном бою с немецкими самолетами Ю-88, МЕ-110 и Хенкель-111 самолет Ла-5 отвечает всем требованиям современного истребителя по скорости и маневру. Вооружение требует усиления мощности огня. В процессе выполнения боевой работы самолеты Ла-5 были использованы для ведения разведки войск противника. Выполнение разведки на самолете Ла-5 на высотах от 100 метров добреющего полета затруднено вследствие недостаточного обзора вперед-вниз широкий капот мотора. Камуфляж самолета Ла-5, как и остальных отечественных истребителей, подобран неудовлетворительно. Самолет Ла-5 в сравнении с истребителями противника своей окраской в воздухе резко выделяется на фоне чистого неба и облаков, что облегчает противника обнаружение наших самолетов. При осмотре с воздуха на земле окраска самолетов также резко выделяет самолеты на фоне земли. Летная оценка самолета Ла-5. Управление самолетом на аэлероны на средних скоростях нагрузки нормальные. На скоростях свыше 450 км в час нагрузки значительно увеличиваются. На руль глубины и при регулировке триммера на скорости 300-320 км в час нейтрально, то есть нагрузки сняты. На пикировании на скоростях порядка 500-550 км в час по прибору возникают нагрузки, затрудняющие вывод самолета из пикирования. Необходимо пользоваться триммером. Пикирование самолет разворачивает вправо, и при выводе из пикирования необходимо удерживать самолет от разворота. Управление рулем поворота на больших скоростях тяжелое. Управление самолетом требует хорошей координации рулями. На правом вираже самолет стремится опустить нос, приходится поддерживать левой ногой. Ручка управления самолетом удобна, но управление тормозами расположено неудобно. Нагрузки при торможении большие, вследствие чего летный состав набивает на правой руке мозоли ладони средний палец. Управление огнем расположено удобно. Сектор нормального газа недоработан, опять же. Сектор управления винтом расположен неудобно. Сектор уходит слишком низко и далеко. Рука летчика упирается в кнопки управления шасси. Ну и дальше. Обзор из кабины. При закрытом фонаре обзор вперед удовлетворительный. Сторона хорошая, назад обзора нет. Вследствие чего невозможно наблюдать за самолетом противника, находящимся в задней полусфере. Фонарь кабины невозможно открыть на больших скоростях. А на планировании, благодаря неудовлетворительной работе замка, фонарь сам закрывается. При закрытом фонаре прицельный огонь ввести невозможно вследствие высокого расположения прицела. Голова летчика упирается в фонарь. Поэтому полеты на самолете Ла-5 в боевых условиях производятся только с открытым фонарем. Фонарь требует переработки. Необходимо сделать его свободно открывающимся и закрывающимся на всем диапазоне скоростей и обеспечивающим обзор назад. Вентиляция кабины неудовлетворительна. В кабине душно-жарко. Существующая вентиляция не позволяет летать без очков, а своему прямому назначению не соответствует. Ну, по живучести тут только одни примеры, какие были там повреждения. При этом никаких, так сказать, выводов не написано. На Западном фронте то же самое. Они приводят примеры, и мы уже их разбирали. Моторы М-82 в процессе боевой работы эксплуатировались на тополе И-4 и Б-78. По характеру боевой работы, разведка, воздушный бой с бомбардировщиками и истребителями патрулирования, моторы большую часть времени работали на номинальном режиме. Ну, тут немножко повтор 49-го полка. На 80% моторов после 10-12 часов работы появляется тряска из отказа свечей ВГ-12. После замены свечей тряска прекращалась. Ну, тут опять про перекачку масла, фильтры фетровые и так далее. Неудовлетворительная работа карбюраторов, которые там часто приходилось подрегулировать течь масла. Из-за этого возвращались с боевого задания, так как козырек весь забрызгивает маслом, и самолет становится слепым. Температурный режим в основном тоже нормальный. Но при полном закрытии створок капотов мотора температура воздуха в кабине летчика значительно повышается вследствие негерметичности противопожарной перегородки, недостаточной высоты ее, что утомляет летчик и затрудняет полет. Ну, там, кстати, на фотографии самолета 02-18, где в вооружении показано, как раз видна эта перегородка. Там в ней такие большие вырезы под проходы пушек и так далее. Понятно, что самолет изначально не был предназначен для установки мотора воздушного охлаждения. Никто не позаботился о том, чтобы там была вот эта перегородка герметичная. А как уж там, так сказать, в ППХ установили этот мотор, ну, как получилось. Да. Да. Ну, дальше там по отдельным системам. Опять же, крепление вот кольца капота. Оно было, что трещины появляются по ушкам крепления к мотору. Там, как выяснилось, значит, мотор на мотораме был подвешен на эластичных втулках, чтобы вибрацию гасить. При этом капот частью крепился на мотор жёстко, а частью жёстко, так сказать, на переднюю часть федеража. Мотор болтается, значит, там вибрирует. И при этом всё там разбалтывалось. Опять же, ну, что, в ППХ всё делалось. Из-за этого вот там, поначалу у нас было много проблем с капотом. Там были случаи срыва вот этих крышек. Есть такие фото, да, там, на испытаниях в НИВС и сообщения из полков. Ну, выхлопные патрубки, опять же, вот эти вот коллекторы, да, два полуколлектора, там, в котором куча-куча пристыкованных. Они сварные. После сварки известно, что конструкцию ведёт там как-то при остывании. Естественно, каждую там как-то по-разному. Их индивидуально подгоняли, и при этом они ещё частично там подгорали довольно быстро. А запасной поставить трудно, поскольку приходится индивидуально опять там что-то подколачивать, там, подгонять как-то их по месту. Все они нестандартны и требуют индивидуальной подгонки, занимающей много времени. Вооружение. Опять написано то же самое, что по АББ-комплекту достаточно, но по мощности огня требует усиления. Работает хорошо, но имеются, значит, некоторые дефекты. Там в основном по пушке недоход подвижных частей пушки в переднее положение вследствие осадки возвратной пружины. Неотражение стрельной гильзы из отгиба флажка отражателя. Ну, это чисто пушечные дефекты, как говорится. Эксплуатация вооружения удобна. Монтаж и демонтаж удобен и требует мало времени. Опять же, тоф. Смотрим, капоты сняли, пушки вот они. На самолетах с мотором жидкостного охлаждения, где моторная пушка, попробуй до нее еще доберись. Даже если капоты снимешь, сверху пулеметы. Тут это еще патронные ящики какие-то, гильзы всякие там отводы. А пушка там где-то в середине. Поэтому здесь вот как раз все было очень хорошо сделано. Управление вооружением просто. Но механическая перезарядка невозможна из-за больших усилий. Отсутствие трассирующих снарядов к пушке ШВАК усложняет ведение прицельного огня. Прицел высоко установлен. Но опять же, там вот всасывающий патрубок поставили сверху капота. Он еще больше, так сказать, затруднил обзор вперед. Пришлось прицел поднять выше. Ну и там вот этот летчик получался, упирался в фонарь. А фонарь-то они попытались оставить и лаговский. Причем, так сказать, он еще там вот этот вот пизыречек-то из-за того, что мотор побольше размером стал еще поменьше вот этой высотой. То есть его подрезали снизу, как бы он по форме-то такой же, но подрезанный снизу. И в результате вот прицеливание осложнилось. Ну и опять, снаряды недостаточно аффективны. Это, видимо, переписали из отчета 49-го полка. Ну, выводы, собственно, вот уже понятны. Я их особенно зачитал. Ну, повторять смысла не имеет. Что сильно уступает, значительно уступает в воздушном бою немецким истребителям. Ну, здесь нашим, как говорил я уже раньше, повезло. То, что 30-го августа был сбит вот этот МЕ-109 Г-2. Ну, вернее, он был, видимо, подбит и сел на пузо где-то у нас на нашей территории. Летчик был взят в плен, допрошен и дал показания про все его характеристики. Тут все с облегчением, видимо, командиры наших полков дивизии, так сказать, вздохнули. Вот, оказывается, почему у нас плохо так все дело идет. У немцев новый, так сказать, истребитель с новым мощным мотором, с повышенными скоростями. Там плюс вооружение еще там пятиточечное. Ну, по крайней мере, на некоторых. Это типа какой-то там Гельмут Розе, что ли, я не помню уже. Где-то там он есть. Сейчас я не помню эту фамилию. Потом найдем. Ну, нам бог с ним. Вот. Ну, и в результате вот самолет Ла-5 может вести бой только оборонительный. Так как, имея превосходство в горизонтальной скорости в вертикальном маневре, истребители противника имеют большое преимущество в выборе наивыгоднейших позиций для атаки, что дает возможность их численно меньшей группе сковывать численно превосходящую группу самолетов Ла-5 и навязывать ей бой на выгодных для себя условиях. Управляемость самолета на больших скоростях неудовлетворительные, большие нагрузки и приведение воздушного боя требуют отлетного состава значительных усилий. ВМГ обеспечивает достаточную живучесть самолета. Однако плохая система нейтрального газа снижает противопожарное качество самолета. А наличие ряда дефектов тормозит подготовку самолета к боевым вылетам. Но там почему-то у нее попадал бензин и куда-то там отстаивался, судя по материалам испытаний. Вот они про нее написали. Так вообще она работала-то. Ну, просто, видимо, применитель на КЛА-5 к мотору М82 было еще не совсем нормально. Там устроены вот эти заборники нейтрального газа. На ЛАГ-3 она работала, в принципе, нормально. Управление ВМГ недоработано. Опять сектор нормального газа. Управление створками капотов. Пользование форсажом неудобное. И так далее. Мотор при ведении воздушного боя на первой и второй скоростях нагнетателя работает удовлетворительно. Свечи не выдерживают. Отказывают через 10-12 часов фетровые фильтры опять. Ну и чего там. Эксплуатация вантомоторной группы самолета ЛА-5 в летних условиях особых затруднений не представляет в сравнении с эксплуатацией ВМГ других отечественных истребителей. Уж не знаю почему. В летних условиях горячую воду в радиаторы заливать вроде не надо было. Это зимой преимущество воздушного мотора в том, что не надо воду, как говорится, греть и заливать. Хотя подогреву он тоже требовал, естественно. Масло-то густело в моторе. Его-то не сольешь. Не случайно, я думаю, что немецкие фокевульфы в основном и начали с севера внедряться. И потом как-то они до Центрального фронта дошли, а на юге их там что-то мало очень было. В основном мистершмитты. Ну там штурмовики-то тоже они применяли. Ну штурмовики-то они их применяли везде уже. Но как-то вот, то есть, видимо, немцы тоже сообразили, что самолет с мотором воздушного охлаждения на севере как-то он более актуален. А может, там проблемы с охлаждением, кстати, какие-нибудь тоже были. Фиг их не знает. Ну, скорее всего, с эксплуатацией. У нас просто уже не первые серии эксплуатировали. Все-таки они сначала отработали на западном фронте фокевульфы. Ну, все равно как-то вот так вот бросилось в глаза, что они как-то вот с севера, потом там Калининский фронт, там потом Центральный. На Курской дуге там их много было. Ну, все-таки это Мельдерс перевооружился, все-таки на Центральном. Ну вот, ну дальше, в общем, короче, мы переходим к чему они, так сказать, рекомендовали улучшить. В целях обеспечения защиты летчика необходимо установить на самолете Ла-5 броню в соответствии с требованиями не ИВВС, а уже формулировка такая политическая. То есть, установить надголовник, подлокотник и прозрачную броню в козырек фонаря. То есть, у них там уже вот эти схемы бронирования, там типовые, были разработаны. Ну, и инженер-подполковник Фролов уже пишет, так сказать, как положено писать начальнику, все это формулировки дает. В целях повышения летно-тактических и боевых свойств самолета необходимо снизить полетный вес самолета за счет снижения запаса прочности самолета до 11 крат. А у нас по нормам 13 крат. И обеспечить равнопрочность всех его частей и силовых элементов. В настоящее время самолет Ла-5 имеет по переднему лонжерону запаса прочности 85%, что и составляет 11 крат. А по остальным узлам запаса прочности составляет 100% и более. Полетный вес самолета должен быть не более 3000 килограмм. Ну, здесь вот опять, это уже на ЛАГ-3 еще Лавочкину, там некоторые фронтовые товарищи рекомендовали уменьшить. Ну, то есть, когда вот они узнавали вот эти вот цифры, то есть, где-то там в техописании самолета, наверное, было, может быть, на этом написано, что по нормам прочности ЦАГи, а конструкторы другими никакими пользоваться, естественно, не могли выводить какие-то свои там. То есть, у нас ЦАГи все решал по прочности, да. Разрушающая перегрузка 13 крат, а максимально эксплуатационная 8. Все там делали круглые глаза, что ж такое там, больше, чем полуторный запас вообще, как такое может быть? Как вот так вот и может? Потому что самолет-то сделан из чего? Из дерева и клея. И когда вы делаете новый самолет и выкатываете его с завода, со сборочного цеха, то у вас 13 крат он должен выдерживать перегрузку. А когда он немножко поэксплуатируется на свежем воздухе, под дождем, так сказать, солнцем и прочими прелестями погоды, то и клей теряет свою прочность, и древесина начинает гнить там и рассыхаться, и там как-то расслаиваться, там еще грибком поражаться. И в результате там гарантийный срок хранения, так сказать, эксплуатации планера либо 2 года календарных, либо 300 летных часов, вот во время войны деревянных самолетов, была такая заводская гарантия. Естественно, они по большей части, особенно в начале войны, и это ничего не вырабатывали, там знаем, сколько там боевых вылетов они совершали там в начале войны, там 20 с копейками, потом там 40-50, там, ну, к концу там они до 100 где-то там довели этот показатель, но 300 часов явно никто, это только в запасных полках там и то. Не везде. Там ломали, потому что необученные люди садились в самолеты, а на фронте, потому что получали повреждения в боях, так сказать, от зениток и так далее. Вот из-за этого и был, так сказать, в ЦАГе ввел 13-кратный запас, что за эти 2 года эксплуатации календарных как раз и снижается до 8-ми крат, а дальше уже, так сказать, он продолжает еще снижаться прочность, но уже там, как говорится, гарантии никакой нет. Хочешь там, лети, но ВВС, естественно, списывало. Ну вот, потому что эксплуатировать было нельзя, раз гарантии нет. Но рядовой и средний командный состав, естественно, ничего этого не понимали. Но вы сами понимаете, какой там уровень образования. То есть они увидели эти цифры и делают круглые глаза. И вот, ну не знаю, почему Фролов, так сказать, это пропустил и написал. Видимо, так сказать, там его кто-то заставил. Может быть, там полковник Данилин. Может, еще чего, не знаю. Ну, может, он сам посчитал, что не будет страшно, потому что 300 часов все равно не вылетывают. Ну, может быть и так. Но здесь он просто указывает, что там вот, видимо, по результатам каких-то стат-испытаний получилось там на конкретном самолете передний лонжерон показал только 85% от разрушающей перегрузки. Остальные детали были нормальные, 100% показали. Вот он говорит, товарищ Лавочкин, вместо того, чтобы увеличивать запас площадки лонжерона, то все остальные лучше, так сказать, уменьши, и вес снизится. И нормально. Ну, а там два года, неважно, все равно там вообще там вот скорость убытия этих новых самолетов... Ну, мгновенная практически. Мгновенная, да. То есть, их выпустили с завода там в первой декаде августа, а в третьей декаде они... А к 26-м их уже нет. Да, к 26-м их уже нет там. То есть, они прослужили там буквально две недели. Ну, какая там прочность? Ну, какая была такая, она и осталась. 70-ти с лишним машин уже осталась из правных. Да, да, да. Поэтому вот такие вот иногда предложения у нас бывали. Коренным образом влучить управляемость самолета, устранив чрезмерные нагрузки на элероны при прикладывании из виража в вираж на руль глубины при выводе самолета из пикирования, на руль поворота. Нагрузки должны быть соразмерны на всех скоростях и не более, чем у самолета Як-7. Улучшить обзор назад путем снижения верхней части фюзеляжа за кабиной летчика. Фонарь кабины выполнить легко открывающимся на всех скоростях, а в аварийных случаях фонарь должен мгновенно открываться или сбрасываться. Устранить дефекты пушек швак. Так, обеспечить строевые части трассирующими снарядами и эффективными зажигательными снарядами. При отсутствии трассирующих снарядов к пушке швак установить на самолет ЛАГ-5 дополнительно один пулемет УБС с запасом патронов 107 штук. И дописано рукой Хрюкина, который там тоже поучаствовал, устранить забрызгивание маслом козырька. Это на 50% увеличить боеспособность. С выводами согласен 12 сентября 42-го года командующий УБС 8-й воздушной армией генерал-майор Хрюкин. Ну и дальше подписали, значит, командир 287-й адполковник Данилов, военный комиссар, полковой комиссар Олейник и начальник отделения истребительных самолетов 3-го отдела. Не УБС инженер, а полковник Фролов. Вот, собственно, как бы и все. То есть они даже не говорят, что по скорости-то уступает, по скороподъемности. Ну вес просто надо снизить и все, и остальное все нормально. То есть вот уже противоречие между, так сказать, отчетом по войсковым испытаниям 49-го полка и 287-й дивизии. То есть там они еще как-то могли немножко сопротивляться немцам. Ну и говорит, что ну вроде равные, там нормальные. А здесь они сопротивляться практически уже не могут. То есть немцы там задавили всю нашу истребительную авиацию, приезжали к аэродромам. Ну все, значит не может он, то есть по скорости уступает. Ну как он там, если он только взлетел и набирает высоту, как он может по скорости превосходить там истребитель противника, который на него сверху там пикирует, грубо говоря. Понятно, что тот там мимо него проскакивает, как мимо стоячего. Тут глупый вопрос возникает. А что они так не сделали с немецкой авиацией? Не задавили ее на аэродром? Ну они и долететь-то не могли. Как? Ну так, они их же не выпускали с наших аэродромов практически. Там же потом, если почитаете, интересно, когда вот их начали критиковать, там и Хрюкин начал изыскивать как же чего, там же они и как, говорит, раз мы не можем преодолеть этот истребительный заслон немецкий, мы, говорит, там взлетаем и набреющим уходим на восток, ну куда они уже долетать боятся, так сказать, далеко от линии фронта. Там набираем высоту, там метров там 3-4 тысячи, и идем к линии фронта, чтобы их там где-то сбоку или сверху там облететь, и тогда уже можно вступить в бой там с бомбардировщиками противника, уже где-то там в районе Сталинграда. Вот до чего доходило, а вы, говорит, как там до аэродромов. Они до линии фронта не могли толком долететь уже с помощью вот таких маневров. Только пытались там это. Ну, про разведку тут, кстати, довольно большой раздел получился. Ну, в принципе-то, разведка потом станет очень важным элементом в боевой работе наших истребителей в том числе, а может быть, даже и в первую очередь. Ну, вот здесь вот уже, видимо, наземное командование, и до сих пор она у нас была слабо поставлена, надо сказать, из-за чего нас немцы периодически на наземные войска ставили в тупик своими неожиданными нападениями, так сказать, прорывами и так далее. Ну, вот здесь вот, видимо, уже приперло, и стали истребители. Но остальные самолеты, я так понимаю, там вообще разведку как бы везти не могли. Они еще больше уступали немецким истребителям, да, там. Ну, пешки вот тоже там такие же маневры проводили, что уходили сначала на восток, там отдельные, потом набирали там пять с лишним тысяч метров, пытались, так сказать, за линию фронта залететь, и что-то там сфотографировать, и быстренько назад. Вот истребители, естественно, Ил-5 тут же начали посылать парами. Но чтобы не попасться на глаза немецким истребителям, они летали вот на бреющем полете. С бреющего полета многое не увидишь. Да. И, во-вторых, так сказать, они боялись там на малой высоте делать какие-то, так сказать, наклоны самолета, чтобы лучше посмотреть. Говорили, вот обзор там ограниченный. Ну, ты, так сказать, наклони самолет-то, потом же это все было, все, как говорится, отработано и применено, и самолеты Ла-5 и Ла-7 применялись для разведки очень удачно. Но они уже вели нормально разведку, то есть ходили за линией фронта там, уже немцев не было, как бы немцы сдулись к тому времени. Но, тем не менее, вот здесь вот пока что вот так ходят на бреющем полете, по ним ведут огонь с земли там из всего вида оружия, там прилетают с кучей пулевых там и всяких пробоин. Ну, хорошо, что еще мотор воздушного охлаждения там на жидкостном бы, они бы там бы плюхнулись тут же, а этих все-таки возвращаются. Ну, вот особенно пишут, отличились, как хороший разведческий капитан Мистюк, ну, это 437 полк, старший лейтенант Кавачевич, 27-й лейтенант Дранищев, опять 437-й, лейтенант Чиликин, это, по-моему, 27-й, и старшина Водопьянов, тоже, по-моему, 27-й, которые организовали и вели разведку исключительно добросовестно и с большим старанием. Тут вот уже, ну, про разведку, ладно, сейчас не будем мы особенно, так сказать. Но вы вот тот, что использовать для разведки самолета ЛАГ-5 нецелесообразно, особенно на бреющем полете, только за исключением особо важных случаев. Опять же, большая уязвимость от огня противника, включая винтовочный огонь, большая угловая скорость, вследствие чего наблюдает предмет недолго и запоминает слабо, а также не может нанести на карту отсутствие на самолете аэрофотосъемочного аппарата. Ну, естественно, откуда он там пока так спешно все собирали там. В дальнейшем тренировать летчиков срочные данные передавать по радио прямо в воздухе до посадки. Вот это, наверное, заключение. Так понимаю, во-первых, в связи с требованием наземных частей полета на разведку, а во-вторых, в связи с тем, что в полках осталось мало самолетов, и большие группы там для отражения, там, крупных групп самолетов, там, бомбардировщиков противника, они просто собрать не могли. Ну, как их еще? И вот на разведку использовать. Радиосвязь. Положительные стороны применения радиосвязи летчиками управления земли самолетами в воздухе. В большинстве случаев радиосвязь работала односторонне, то есть на прием и на передачу в экстренных случаях. Ну, и там приводятся примеры единичные, да, что там 16 сентября командир 15-го ИАП капитан Тарасов, будучи сам в воздухе, управлял воздушным боем по радио, за что ему объявлена благодарность начальникам связи 8-й воздушной армии. То есть вот первые примеры удачного использования радио для управления своими самолетами в воздухе и уже ведущему, ну, командиру, может, потому что полка, там объявляется благодарность. Капитан Васин 16-го сентября уже управлял воздушным боем по радио и ему объявлена благодарность. Отлично работали по радио майор Чуйкин, майор Солдатенко и другие. 14 сентября самолеты 15-го ИАП, вернувшись в боевое задание, выпустили шасси и хотели производить посадку. В это время появились самолеты противника, была дана команда посадку запретить, команда самолетами была принята по радио, шасси были убраны, и истребители пошли преследовать самолеты противника. Во как! Особенно можно отметить хорошую работу по радио 15-го и 240-го ИАП. Ну, тот-то был быстро. Но наряду с этим есть летчики, которые считают, что радио является лишней нагрузкой в воздухе. Большим тормозом в применении радио явились отсутствие радиоспециалистов в полках в момент боевой работы. Ну, мы видим, они эшелоном ехали. Начальники связи полков использовались больше на оперативной работе и мало уделяли внимания вопросам связи. Отсутствие шлемофонов у летного состава, недостаточное обеспечение радиосредствами авиаполков также тормозило применению радио. Вот так вот, да. Нормальный ход. Шлемофонов нет. Ну, вот 5-го сентября полки 240-й и 297-й ИАП отправились в тыл на переукомплектование. Часто цитируют донесение там летчиков отдельных лейтенанта Чиликина, например, с 227-го ИАП. Для боя с бомбардировщиками противника самолет ЛАГ-5 вполне современный истребитель. Имеет хорошее вооружение с достаточным боекомплектом, хороший маневр и достаточный запас скорости. Для боя с истребителями противника самолет ЛАГ-5 имеет положительные качества. Лучший горизонтальный маневр, левый вираж и большую живучесть. Плохо воспламеняется по сравнению с самолетами МИГ-3, ЛАГ-3, Як-1 и Як-7, но значительно уступает истребителям противника по горизонтальной скорости, вертикальному маневру и скороподъемности. Навязать истребителям противника воздушный бой на самолете ЛАГ-5 из-за меньшей горизонтальной скорости нельзя вести. Бой приходится только оборонительный. Ну и дальше опять повтор то же самое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok